Всем привет! В эфире Универ Ньюс, в студии я, Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Студенты КФУ приняли участие в патриотической акции в изложении цветов к памятнику неизвестному солдату. Как отметили День иностранного студентов КФУ, какие проекты представляет Радио Казанского университета. В преддверии Дня Победы студенты КФУ возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. Данная патриотическая акция стала уже традиционной. Подробности в сюжете Алсу Сатаровой. В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялась патриотическая акция возложения цветов к памятнику неизвестному солдату. В ней приняли участие председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин и первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов. На этой площади у Вечного Огня встречают и отдают дань памяти тем, кто сложил головы за Великую Победу в Великой Отечественной войне. Отдать дань уважением людям, погибшим за родину, пришли и студенты Казанского федерального университета. Каждый из них возложил к памятнику красные гвоздики. От имени президента Татарстана, Госсовета и правительства республики Фарид Мухаммедшин поздравил присутствующих с Днем Великой Победы. Собравшиеся почтили память о погибших в Великой Отечественной войне минуты молчания. Также в ходе мероприятия состоялось чтение стихов о войне на разных языках мира. На сегодняшний день в КФО обучается большое количество иностранных студентов. В процесс взаимодействия и воздействия на иностранных студентов вовлечены многие сотрудники университета. О том, как они помогают адаптироваться иностранцам к социокультурной среде, наш следующий сюжет. 7 мая на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета была организована квест-игра, приуроченная ко дню иностранного студента. Проводится это достаточно регулярно, студентам очень нравится, они ждут, когда будет этот квест. В таких, скажем, немного необычных для них условиях они проявляют себя максимально слаженно, им это нравится. Они сразу собираются со всеми мыслями и рады, что могут проявить себя. С каждым годом география студентов КФО увеличивается, поэтому подобные мероприятия являются важными и значимыми для самих студентов. Представители разных стран в одной группе, поэтому они вынуждены говорить на русском языке, для того, чтобы друг друга понять, найти эту истину. И за этот квест они успевают познакомиться друг с другом, потому что студенты первого курса все-таки держатся достаточно обособленно, и здесь у них хороший шанс найти новых друзей. Мероприятие позволило особенно сплотить учащихся. В ходе игры студенты были поделены на команды, в составе которых они выполняли задания разных уровней сложности на русском языке. Стоит заинтересовывать студентов в подобных мероприятиях, поскольку именно через такие вещи происходит первичная социализация, знакомство студентов именно с культурой, с российской ментальностью, с какими-то особенностями именно казанского студенчества, с которыми, допустим, ознакомиться просто в повседневной жизни не получится. Подобные мероприятия открывают возможность студентам участвовать в программах студенческой мобильности, что, безусловно, сказывается на самом процессе обучения. Руководить иностранными студентами нужно, поскольку, если мне память не изменяет, на данный момент 90 стран представлены в Казанском федеральном университете. Прослойка иностранного студенчества, она довольно большая, и нужно учитывать ментальность иностранных государств и особенности правового регулирования в Российской Федерации, поскольку у нас есть свое федеральное законодательство, у нас имеется свое региональное законодательство, с этим нужно ознакомить студентов. Тех студентов, которые нам отлично сдали сессию, им выдают благодарственные письма, их будут их родителям, и так у нас иностранные студенты, мы подготовили эти письма как раз на их родном языке, для того, чтобы родители могли гордиться своими детьми. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. В Елабужском институте Казанского университета состоялась ежегодная ярмарка учебных заведений образования и карьеры 2019. Подробности узнаете в следующем сюжете. Для школьников и студентов Елабуги представители учебных заведений Республики Татарстан организовали ежегодную ярмарку образования и карьеры 2019. Были организованы выставочные площадки, которые позволили молодым людям узнать больше, о понравившемся учреждении, о направлениях подготовки и правилах приема. Желающие могли задать интересующие их вопросы. Это мероприятие, оно предназначено для 9-10 классников. Здесь нет сегодня 11 классников, что, в принципе, подтверждается нашими беседами. Потому что сейчас это удобное время для того, чтобы, во-первых, во всех профориентационных мероприятиях нужно участвовать. Нужно понять сейчас, какую профессию ты хотел бы получить. Соответственно, из этого уже можно планировать свою образовательную траекторию. Здесь очень много колледжей, которые показывают, чему они учат. Я считаю, это очень правильно, потому что многие в нашем возрасте не могут определиться, на кого пойти. Подобные мероприятия помогают школьникам и студентам определиться с выбором учебного заведения. А познакомиться поближе с Елабужским институтом КФУ и его научным потенциалом желающим удастся 17 мая в рамках научно-образовательной акции «Ночь науки». Ахмед Ваазалия, Айдар Нурмиев, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. В Институте международных отношений КФУ состоялось вручение удостоверений слушателям дополнительных образовательных программ повышения квалификации. О том, чем оно отличалось от других подобных вручений, наш следующий сюжет. Учебный центр дополнительных образовательных услуг Центр туристического образования и взаимодействия с Туриндустрией Института международных отношений Казанского университета в очередной раз выдал удостоверение слушателям дополнительных образовательных программ повышения квалификации «Экскурсовод» и «Экскурсовод со знанием иностранного языка». Среди выпускников Центра, прошедших обучение по программе повышения квалификации «Экскурсовод» оказалась ограниченная в физических возможностях здоровья Ирина Доронина. Замечательное было преподавание, хотелось бы еще побольше получить информацию. Спасибо большое всем и особенно большое-большое спасибо организации, ну и конкретно Дарье нашей. Вот за помощь, за поддержку. Для Центра, Университета Казани и Республики Татарстан это первый опыт подготовки профессиональных кадров с ограниченными физическими возможностями здоровья для экскурсионной сферы. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универ-Ньюс. День 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. О том, каким образом этот праздник касается КФУ, мы расскажем в следующем сюжете. Несмотря на то, что в 20 веке радио неоднократно предрекали скорую смерть, оно до сих пор является одним из самых популярных видов медиа в России. Поэтому и сам праздник не теряет свою актуальность. День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, связистов и радиолюбителей. Все, кто высказывается о важнейших событиях, происходящих в мире, объединяют на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Подобные объединители душ есть и в Казанском университете. Ребята из редакции Include совместно с UFM ведут свой собственный подкаст, куда приглашают интересных людей и говорят с ними на актуальные темы. Мы всегда хотели в подкастах говорить с людьми не так, как мы это делаем в интервью. То есть, когда мы готовимся, кучу вопросов готовим, когда мы знаем, о чем мы хотим поговорить, мы просто зовем очень крутых людей, которых считаем интересным для наших читателей, для нас самих, которыми мы восхищаемся, и просто с ними общаемся на те темы, которыми они занимаются. Ведущие подкаста «Плохой разговор» считают, что формат подкастов — это самый живой формат медиа на сегодняшний день. Так или иначе, нам нравится слушать наших друзей, людей, коллег. Нам важно, это позволяет уменьшать дистанцию между читателем, тем, кто потребляет контент, и тем, кто его делает. Это такое общение тет-а-тет практически. Да, подкаст — это что-то более близкое человеку, нежели радио, потому что радио — это все равно график, это режим, это время, в котором выходит. Это подкаст, ты взял научники, пошел и слушаешь, как будто ты просто общаешься, как будто ты член этого разговора, и ты там участвуешь, это очень круто. ЮФМ — круглосуточная радиостанция Казацкого федерального университета. Сетка вещания состоит из программ на 20 языках, которые ведут российские иностранные студенты КФУ. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся.